У меня второй доклад. Мы его сейчас будем... Так вот, тенденции развития науки и цивилизации, как вот считает сейчас, вот с точки зрения современной, академической или официальной, как ее называть, наукой, вот такая градация. То есть процесс как некий рост, расширение, усложнение вот какое-то, да? То есть раньше люди были дураки, потом они стали чуть умнее, сейчас они вообще гении. Вот преднаука. Это зарождение науки в цивилизациях. Это древняя наука, астрология, да и вклидовая геометрия, нумерология и другая. Вот это была преднаука. Ее сменила античная наука. То есть как бы античная наука, она, значит, более такая продвинутая, и формирование первых научных теорий, атомизм, составление первых трактатов в эпоху античности. Это астрономия, птолемия, и геометрия Евклида, в том числе, физика Аристотеля, это вот античная наука. Дальше шла у нас средневековая магическая наука, она как бы немножко даже поднялась больше, значит, в каком-то смысле античной. Формирование, очевидно, экспериментальный, на основе знаний алхимиков. Ну и, соответственно, классическая наука, Ньютон, Галилей и прочее. Потом была немножко эпоха кризиса, 19 век она считалась, как бы поставили эпоху кризиса, но как же, перед теорией относительности обязательно должен кризис предшествовать. Вот, и поэтому его сменила знаменитая современная наука, где теория относительности, принцип неопределенности, большой взрыв и так далее. Это вот считается, вот наука развивается таким образом. Но, появилось в 60-х годах, Томас Кун сформулировал науку как смену парадигм. И вот я немножко как бы в этой области его поддерживаю. Ну, парадигма, вот по нему это система взглядов, идей, подходов. Это признанные достижения, которые в течение определенного времени дают модель, значит, постановки проблем, решения проблем. То есть, там Ньютон, вот была механика Ньютоновская, это парадигма, такая мировоззренческая концепция. Потом Бах-Эйнштейн, вот эта вот концепция такого модернизма. Значит, концепция, ну, конечно, она была немножко ущербна, не дала на многие вопросы-ответы, но порвала с рядом, значит, целых других каких-то традиций. Вот. Характеристика вот этой смены парадигм. То есть, если вот я поддерживаю идею смены парадигм, то вот проблемы возникают. Не очевидно, что менять, куда менять, на основе чего менять. Вот. Для парадигмы можно найти аномалии, которые отметаются в виде допустимой ошибки, либо игнорируются. То есть, вот действует сейчас какая-то парадигма правящая, в ней какие-то есть неточности, их не замечают, есть ошибки, их игнорируют, замалчивают, не пускают, не допускают. Парадигма становится несменяемой. Вот как будто бы вот есть, значит, очевидность. Так и раньше было. Например, вот парадигма несменяемости, допустим, значит, систему мира оптоломия, например. Вот. И так далее. И каждый раз, вот, если куда-то, значит, обратиться к различным другим вещам, то оказывается, что вот это вот заблуждение человека, которое останавливает его в смене парадигма, они бесконечны даже на бытовом уровне. Значит, человеку трудно было понять, как можно летать. Потом шар воздушный запустил, трудно понять, что аппарат тяжелее воздуха может летать. Вот такие заблуждения, что вот, например, ехать в карете быстрее, там, 40 верст, 40 миль в час, смерть оттудушия. То есть человек как бы даже сам по себе отдельный, тем более вот в парадигме, он восстанавливает целую систему защиты этой парадигмы. Так вот, конфликт парадигм, возникающий в период научных революций, это конфликт систем разных ценностей, способов вот этой системы решения задач, головоломок, разных способов измерения, наблюдения, явления. Для смены парадигмы, по сути дела, нужна революция. Вот, парадигма определяет, что может относиться к научным фактам. И научная революция – это процесс смены парадигмы. Ну, само по себе мировоззрение протекает, значит, борется за свое существование. Как вот живой организм и вот носители разного мировоззрения, вот, значит, как бы в одной нише как бы они существуют и друг друга хотят, значит, загрызть. Это борьба за сохранение парадигмы. То есть борьба за сохранение, значит, пищи, территории. Ну, а в науке это гранты, премия, престиж, значимость. Это в науке, это, значит, вот. И вот новая парадигма, вот, когда она меняется, когда она нарождается, в придачу ко всему, имеет вид какой-то глупости. Вот, например, в плоской, парадигма плоской земли, вот кому-то попробую, вот он считает, что земля плоская, ему скажешь, земля круглая, он, да нет, ты глупец, это же глупость земли, вода-то стечет и все, а вот она здесь вот находится, вода, она же стечет с круглой земли вниз упадет. Глупость, считается глупость. То есть это вид, это обязательно, это правило, он новорожденный. Вот я, значит, показываю, что новая парадигма зарождается, она, значит, не способна воевать, как бы, на ринге со взрослым еще бойцом. Вот. И любая гениальная идея, вот, значит, свойства гениальных идей, они похожи на именно глупость. Это первое значение. Вот почему они, у них несколько свойств гениальных идей, значит, одно из свойств, это редкость. Почему редкая эта гениальная идея? Потому что вот 10 человек мыслит, допустим, 5 одинаково, потом 3 какие-то свои, это уже более редкие, и один гений, он какую-то мысль изложил, а другие не понимают. Глупость какая-то. То есть это свойство, редкая вещь, она не, ну, не потому она, значит, гениальная, что редкая, а потому гениальная, что она, значит, слаба еще, она глупо выглядит. Это как, ну, взрослый умалишенный человек поведением, похож на поведение малого ребенка. Вот взрослый человек, он уже никуда не разовьется, если он уже, там, значит, дефектный, он уже никуда. А малый ребенок, он, конечно, исправит свои вот эти детские, значит, ошибки. Вот. И афоризм такой звучал. Перед нами сумасшедшая идея, достаточно ли она сумасшедшая, чтобы быть правильной. То есть, значит, поверхностный анализ. Говорит, что вероятность, вероятность, вот первичная вероятность оценки гениальной идеи, кто бы вот ее не оценивал, на первый взгляд, она всегда ноль, близко к нулю. А ныне мир статусный, особенно академический мир, это, как говорят, серьезный ученый. Что это значит? Это человек, который, значит, рассматривает все идеи и смотрит, вот эта идея принесет мне 90% успеха, карьеры. Вот это 80%, вот я буду работать. А вот эту 1% все ее выкину. А чтобы она мне не помешала, я и у других их выкину. То есть, вот эта борьба идет. Вот почему вот это грызет старое мировоззрение, значит, вот эта новая, нарождающаяся гениальная идея. Значит, сложность вот здесь вот формализации и сложность выбора, значит, механизма работы, одновременно с идеями, вот значимыми, многозначимыми и многовероятными, и маловероятными. Но, значит, все бывает впервые. Новые научные теории рождаются математически. Вот я использовал, значит, в своей работе для поиска нечеткую логику. Значит, немножко, ну не саму нечеткую логику, а, значит, некий способ формальный. Хотя я изобретал его сам когда-то еще лет 40 назад, и думал, что это мое ноу-хау. Потом оказалось, что существует такое математическое обобщение. Смысл этого математического обобщения. Значит, вот у нас есть набор чисел от 1 до 10. А мы на нем, то есть, мы можем каждому числу назвать вот четко там действительное число, все ясно. Рационально, ну, все тут понятно. А есть нечеткое понятие, например, расплывчатое большое число. Что такое 10 большое там? Значит, А5, А1. Так вот, свойства нечеткой логики, значит, самые главные моменты позволяют работать одинаково с многозначимыми и с малозначимыми вещами, формировать множество больших чисел, присваивая каждому числу свой процент вероятности вхождения в это множество. То есть, если мы берем гениальную идею, которая выглядит глупо, а характеристика ее процент вероятности, то вот она 0,6 или 0,01% и, значит, какая-то другая идея, значит, 100%. И они могут входить в одно множество с разными вероятностями. А как вот механизм работает? Ну, вот я пример еще раньше приводил. Я, вот моя теория, теория с изменением скорости света, и она в каком-то мере альтернативна теории космологической инфляции. Потому что, если скорость света меняется, даже идея инфляции, даже в кулуарах, даже в бане или на кухне не нужна вообще. То есть, вот она. Но здесь другая ситуация. Теория космологической инфляции очень признана. За нее получают многие премии. Наш товарищ господин Старобинский получил уже, не знаю, две, наверное, премии большие, миллионные, за теорию космологической инфляции. И вот мы, значит, строим множество, нечеткое множество, значит, перспективных идей. Берем два, две вещи. Вот теорию космологической инфляции. Вот мою теорию сжатия Вселенной. Теория инфляции 100% принадлежит множеству. Моя теория, ну, 7 миллиардов человек, 1,7 миллиардная процента вероятности входения. Потому что я говорю, что вот она значима, что-то. Вот, 1,7 миллиардная. Но это одно множество. Также мы можем, а множество, значит, можно другие создать. Например, научно проверяемые множество. И тогда вот тоже. Что такое теория с изменением скорости света? Это, значит, мы, ну, теория сжатия Вселенной, это. Мы ставим здесь интерферометр прямо вот в этом кабинете. Даже никуда не улетая, значит, измеряем, меняется ли скорость света. У меня рассчитаны параметры изменения, значит, и приводились. На прошлом докладе я даже приводил схему. Значит, научно проверяемая теория, множество научно проверяемых теорий, теория сжатия Вселенной остается. А теория Старобинского в этом множестве не остается. В этой комнате теорию космологической инфляции проверить невозможно. Никаким образом. Потому что нужны несвязанные какие-то системы далекие галактики. Только на этих. Значит, множество можно складывать, делить, умножать. Мы объединяем, находим области пересечения. И перспектива, которую стоит первично поискать, не теория космологической инфляции, насколько там много денег тратится и все, а именно теория с изменением скорости света. Вот перспектива, что нужно поискать. Сравнительный анализ затрат на эти поиски. Или даже, вот я хотел, значит, к радиоинженерам вправо обращался. Значит, есть ли возможности, вот на прошлом докладе говорил, есть ли возможности локации Луны. То есть, что даст нам локация Луны, значит, или получение сигнала от локации Луны. Что нам даст? От ближайшей точки, значит, сигнал и от дальней. С течением времени, вот это вот время задержки от первого и второго сигнала должно увеличиваться. Значит, скорость света меняется. Все просто. То есть, мы имеем, значит, инструмент, здесь перед нами уже созданной природой, которая может быть реально на анализе отраженных сигналов за последние десятки лет, уточнить, меняется ли не меняется скорость распространения радиоволом, в частности, ну и скорость света. Значит, закономерности, это вот я рассказал, что дают новую научную технологию, в частности, как применять, значит, технологию, а вот технология вот этого вот исследования при помощи нечеткой логики, это новая технология. Галилей с помощью новой технологии с телескопа посмотрел на небо, ну там открыл горы на Луне, открыл спутники, галилеевские спутники, это технология. Использование технологии, значит, ну даже новой, математическое обобщение появилось в конце 60-х годов, она только зародилась, ничего такая логика, то есть совершенно новая, она даже вот в таком ключе его даже не поняли, что можно использовать. То есть составлять, искать разные, великие вот именно вещи, которые имеют малый процент вероятности и большой процент вероятности, искать между ними, что же выбрать. Вот. Значит, В элитарном научном сообществе существует закон сопротивления гениальным идеям. То есть основа это вот незнание вот этих вот новых способов, то есть по сути дела какой-то мракобесие, ограниченность знаний. И вот занятия людьми с таким вот ограниченным кругозором статусных ключевых постов, на которых существует возможность уничтожить или ограничить процесс распространения информации о новых научных открытиях. То есть сидят вот те же космологи, тот же самый, значит, вот это цензура, призванная обеспечить победу в борьбе за превосходство своей парадигмы и в конечном счете за власть в науке, почет, уважение, деньги, премии, гранты и продолжение существования своей парадигмы, которая приносит все это. Вот почему, значит, какая-то была работа незамечена. А потому что и кому она приносит деньги? Никому. Вот это теория инфля... Темную энергию ищут, темную материю ищут. Сколько человек там живет на этом? И что? А если, представляете, не надо темную энергию искать, если скоро света меняется. Вот бах и все, и тысячи людей не будут знать, чем им заниматься. Они не хотят этого, не хотят, значит, вот этого менять. Значит, вот пример, как может действовать парадигма, мешать. Вот мы идем по лесу и видим два озера. Справа, если одно полноводное, а другое, значит, небольшое, похоже, что пересыхает. А там мальки. И вот кто-то человек взял, начал воду перекачивать. Сначала руками, ведрами, насосом. И никого дальше не пускает. Но если бы кто-нибудь дальше пропустил, то он увидел, что эти озера, это одно озеро, а это просто залив, где мальки размножаются, хищники тепло и радостно. А потом они вырастают. И это самое. И переплыл бы в другое озеро. Так вот, вот возраст науки. Вот возраст у научных изысканий человека, ну, пять тысяч лет с натягом. То есть науке признано, что пять. И при этом за последние даже 500 лет парадигма менялась. От плоской круги, круглой геоцентризма, гелиоцентризма. Но пять тысяч лет, это по отношению к возрасту Вселенной, ну, одна-трехмиллионная. Если оценить возраст человека в 80 лет, то это меньше 15 минут. Вот видите, вот это возраст науки. Вот это наука наша. Вот она такая маленькая. Она еще ничего не понимает. Наивно предлагать, что за 20 минут или за час новорожденный младенец посникнет правильную парадигму. Ну, и вывод прост. Понимание всех процессов в мире установка еще не осуществлена. Мы еще только на пути. Но известен и другой закон. Установление незыблемости парадигмы на тысячелетия невозможно. Поиск идей в рамках действующей парадигмы, но предполагающей проверку на века, это ничтожный поиск. Вот если бы мы на 5 тысяч лет считали, вот 5 тысяч лет назад, искали бы столбы, на которые земля держится или небосвод держится. Ну, вот они такую теорию придумали и сказали, а вот через 5 тысяч лет технология появится, кто-то там придумает технологию и через 5 тысяч лет. Смешно. Смешно это даже предполагать. То есть, все вот эти теоретики говорят, что суперструны, а нужна технология 10 тысяч. Непонятно откуда, он даже не предполагает, где технология. То есть, наука фундаментальная должна предусматривать. В течение нескольких поколений, может быть, двух-трех, возможность создания технологий или превращения каких-то вещей в прикладные исследования, в прикладную науку. Главная мысль, вот я теорию с изменением скорости света строю, заключена в попытке построить теорию, которая получается путем смены парадигм. На основе анализа законов правил, при анализе исторического пути смены парадигм. Найдя законы изменения мировоззрений, проанализировав парадигмы, можно отбросить сомнительные установки и формализовать дальнейшую парадигму. И здесь вот такое правило усложнения места правила роста. То есть, я сказал, что наука, она как бы говорит, что вот все было сложнее и сложнее. Нет. Вот яйцо и курица, это значит, не рост никакой взрослая. Яйцо это одна структурная единица, а курица это значит, в нем много структурных единиц клеток. Яйцо одна клетка и курица, а курица много. Ну, а это одно и то же, это один организм, только он был в простейшем состоянии и стал сложным. То есть, не значит, не рост вот такое вот увеличение, значит, чего-то, как у мамы набираемся, а усложнение постоянно, все усложняется. Вот, и значит, это еще другое, ну, в качестве вот механического, не механического увеличения, значит, размера Вселенной, а, значит, усложнение ее структуры происходит. Вселенная не растет. Теория называется теория сжатия Вселенной. На самом деле, условное название, она не сжимается, не расширяется, она усложняется. Просто в пику названо, что теория большого взрыва, а теория сжатия. Так вот, парадигма открытий. Вот, нынешнее понимание наука, технологии открытий. Вот мы считаем, что все, у нас где-то какой-то коридор и вот двери. Нам нужно только изучить и пройти по этой двери. Мы идем, заглядываем, постепенно открываем все большее количество двери. Вот, подходим к выводу схожести. Вот. И устанавливаем правила, законы расположения мебели, допустим, например, окрас, там обои, все. Но если кто-то что-то затеял, вот, ремонт. Вот, мы заглянули, там все раздрай, а потом там оказалась вот такая вот вещь. То есть поменяли, а вдруг все здание снес. То есть это смысл в том, что, значит, мы не открываем двери, мы, значит, открываем усложнение. Вот. Вот это вся, еще одна парадигма первичности скорости. То есть я меняю парадигмы от, значит, от нынешнего понимания. То есть вся нынешняя наука геометрична. Вот, чтобы мы не предполагали, и чтобы мы не думали, не вставляли уравнения, продумали эксперименты, моделировали. Вот. Мы представляем процесс в каком-то геометрическом объеме. То есть мы вот здесь, а что-то там. Или где-то рядом, или... То есть есть подсознательно всегда полигон. Вот полигончик где-то есть, и тут все происходит. Или в голове у нас что-то мысли происходят, а там еще что-то. Даже абстракция. Это какая-то безразмерная такая коробочка, такая маленькая коробочка, из которой мы формулу достаем. Вот. В этой парадигме вот скорость, скорость, вот само понятие скорость, она, значит, даже говорят, что производная, произведена величина некоторого перемещения по передвижению по геометрическому объему. То есть произведена скорость. И она является какой-то вторичной вещью. Понимаете, вот есть у нас уже 100% даже. Это не обсуждается, даже никак не афишируется. Мы даже представить себе не можем, насколько сильно вот это понимание, что скорость считается вторичной какой-то вещью в уже геометрическом области. И вот многочисленные попытки как-то построить теорию с изменением скорости света в этой парадигме, в геометрической парадигме, оказались дефектами. Обязательно всплывало какое-либо противоречие. И вот этот вот анализ привел к идее отбросить саму перевосновую геометрию и установить первичный аксиому существования скорости света. А геометрические построения понимать как производные от скорости. Вот эта странная вещь, на первый взгляд, вот как бы глупая идея. Такая, которая, но если вот понимать Вселенную, как вот какой-то объект, вся Вселенная это объект, а имеет характеристики, Вселенная имеет характеристики. Гравитационный потенциал и напряженность гравитационного поля. Так вот, потенциал это значит квадрат скорости света. Вот, это получается вот так. То есть, Вселенная имеет характеристики, о которых мы, значит, ну понимаем, как скорость. В малых вот этих вот объемах, то есть, когда мы далеки от этой скорости, скорость-то большая, вот, мы геометричный, очень удачный вот этот вот образ строим. Очень удачный. Потому что не видим, как ни стены не меняются, ничего в зависимости от того, так, скорость. Скорость примерно 2 см в секунду за год уменьшается, и это незаметно. Вот, но вообще, в космологическом плане, значит, вот это вот очень заметно. Вот, геометрически, вот как формироваться геометрия в данном случае. Вот, есть, допустим, мы едем на машине со скоростью 60 км в час, и нам, мы считаем, что нам осталась одна минута. Ну, не знаем там никаких других характеристик, вычисляем, получаем один километр. То есть, мы знаем 60 км, и вычисляем один километр. Но что, если скорость резко уменьшается, резко уменьшается? Ну, мы об этом не знаем. И увидели, что проехали вот половину расстояния, а скорость уменьшилась в 4 раза. Мы берем, вычисляем, что нам осталось уже 2 километра, потом 3, потом 13,5 миллиардов лет нам останется. А в предыдущий момент, где-то был такой момент, когда была ноль. То есть, вполне возможно, чтобы построить, значит, производное все наше геометрическое, геометрический взгляд, вот большой в космологическом плане, это, значит, геометрия, производная от напряженности и потенциала гравитационного поля Вселенной. Вся геометрия, все это, значит. Космологическая, значит, картина получается, если заменить и машину, и дорогу, значит, и все, значит, какой-то черной дырой, сжимающейся с некоторым замедлением. То есть, она постоянно сжимается и замедляется. Вот я знаю одну, точно знаю абсолютно одну черную дыру, потому что вот все эти вычислили мне, значит, что черная дыра характеризуется, прежде всего, очень красным смещением всех волн. И вот я смотрю, есть реликтовое излучение со всех сторон. Вся Вселенная излучает, вот единственная черная дыра, которая точно существует, вся наша Вселенная. Вот мы являемся черной дырой. Точнее, мы стремимся, опять же, к этому состоянию. Вот. В первый момент размеры и время были равны нулю по причине бесконечной величины скорости света уменьшения скорости света, создающей, создаёт видимый какой-то горизонт. То есть, вот какая-то космология, вот такой рисунок. Тело сжимается к центру какого-то сжатия. Вот. И сопротивление идеям. В средние века существовала инквизиция. Все об этом знают, но причислять этот инструмент к церкви, я считаю, надуманно. В XIX веке инквизицию попросту распустили. Это произошло сравнительно незаметно. Сейчас институт защиты веры не касается светского общества совсем. Но что же было в средние века, что и чего не стало, практически не стало в XIX веке. Оказывается, в средние века вся наука была церковная. И служители церкви были учёными, учёные были, значит, служителями церкви. А в XIX практически вся наука уже стала светской. Вот причина мракобесия и инквизиции. Воевала не церковь, а воевали учёные в церкви, которые принадлежали церкви. Против изменения своей парадигмы, приносящие этим учёным в церкви безбедное существование. Вот причина. И ныне элитарное сообщество статусных учёных придумают новые способы борьбы за чистоту своих, рядовую красоту своих идей. А именно создают комитеты по борьбе со лженаукой. И все знают, что эта организация была создана академиками для защиты своих финансовых интересов. Ни для чего другого. Чтобы больше никакие торсионщики и прочие нелегалы без их величайшего статусного соизволения не получали денег ни на свои эксперименты, ни на свои работы. Нигде не опубликовывались, о них никто бы не знал. И ныне они уже дошли до того, совершенно недавно узнал, что кричат о введении поголовной цензуры неугодных программ в средствах массовой информации. Это вот Полищук заявил. У меня есть предложение, которое я забыл упомянуть. Ввести штрафы за публикацию вещей, касающихся науки, без цензуры или экспертизы научного редактора. Вот представляете, все, поголовную цензуру. Вот так. Вот представляете, что хотят. Это война идет. Значит, есть еще такой. Это вот еще космология. Я забыл указать, что вот в этом месте здесь нет инфляции, потому что скорость света умешается. Здесь картина, значит, немного другая. Значит, вот это инквизиция. Это черта академических структур науки. А есть еще синдром так называемого Гаусса. Значит, это великий математик 19 века. Это метод решения систем линейных уравнений. Там распределение Гаусса. Ну, все тоже это знакомы знают. Прочее. Его называли коровем всех математиков. Так он в 829 году писал своему коллеге. Вероятно, я еще не скоро смогу обработать свои пространные исследования по этому вопросу, чтобы их можно было опубликовать. Возможно даже, что я не решусь на это всю свою жизнь, потому что боюсь крика биотийцев, который поднимется, когда я выскажу свои воззрения. Значит, чтобы расшифровать вот это с точки зрения современного понимания, вот дословно я переведу, чтобы все понимали. Значит, фраза звучит так. Значит, боюсь опубликовать основы для создания теории относительности, потому что идет и заклюют. То есть мы знаем сегодня теорию относительности, все это, все это лучше нет, это все это. А тогда вот так он боялся это сделать. И этот процесс сменный парадигм. То есть тогда, значит, в том парадигме, в той парадигме он, значит, не мог, значит, открыто. И история говорит, что другие первооткрыватели не очень-то хорошо, значит, жили, так сказать. Об этом синдроме, кстати, вот знают современные ученые очень хорошо. Все вот статусные ученые, они сами знают. И вот в кулуарах одной конференции один мне сказал, что он советует своим ученикам не заниматься чем-то глобальным, поворотным, незведомым, а работать над давно известными, опубликованными данными. Несколько там видоизменяешь что-нибудь, акценты. И я у него спросил, так он, по сути дела, советует не заниматься наукой? И он говорит, да, по сути дела, да. Вот это профессор из МГУ, это так ответил. Довольно статусный человек, не буду говорить, кто это такой был, но факт имеет место. Так вот, роль статусных ученых, определяющая в мракобесии. Они, являясь редакторами научных изданий, ни за что не опубликуют что-нибудь, хоть чуть-чуть вредящее их карьере. Вот, например, тот же самый Старобинский на одной конференции. Доклад приняли, мой доклад. А, значит, местный комитет. А он там был главным руководителем. Он написал, исключили, исключили все полностью. Еще раз повторяю, значит, а на ту конференцию я предлагал, значит, именно вот, расчет формул, значит, замедление скорости света и предлагал опубликовать, значит, эксперименты. Сейчас палец за палец никакой теоретик не ударит, если нигде не прочитает какой-то, то есть экспериментатор. Он зарубил публикацию, значит, эксперимента по прямому определению изменения скорости света. Зарубил. Развернулся, в тот же год он первую премию себе там миллионную получил. Вот. Мы еще, значит, с Бурланковым в Куларах строили, что он зарубает всех, потому что тянет на нынешнюю премию. Вот действительно вот так делает. То есть он был бы нормальным ученым, если бы он не делал таких дел. А вот он является цензором, то есть рецензентом многих журналов, конференций и так далее. И вот он альтернативу своей теории инфляции для того, чтобы получать премии, он зарубает. Так вот, мракобесие, это вот определение можно дать, это лженаучные, агрессивно-политические действия, направленные на сохранение чистоты и красоты своих идей. Вот, значит, но застой, вот что я хотел подчеркнуть, особо подчеркнуть, что застой, значит, благодаря вот таким действиям, значит, приводит к трагической гибели общества, допускающей застой. Вот так застой в идеях развития коммунизма или социализма привел к гибели целой межгосударственной структуры, к распаду государства. Многие люди пострадали, значит, ну буквально погибли. Миллионы людей. Но застой в научной, фундаментальной науке, он, значит, приведет к общей мировой трагедии. Никакие вот бумажки, счета, вот у самих финансовых воротил, их всех стран, их не спасут от этого. Вот, значит, приведет к этому, потому что, ну, нужен там термоядерный реактор нужен, скорость света изменяется, параметры будут все равно плыть, его не построят. То есть он не будет сделан. Нужно, там другие технологии возникают, там, значит, тоже невозможно. Вот, нужно менять, нужно менять, значит, систему финансирования и оплаты. Она архаична, значит, она статусная. Значит, и финансирование проекту по доказательству изменения скорости света, сравнительно скромное финансирование, даст доказательство бессмысленности финансирования поиска темной материи, темной энергии, на которую потраченные тратятся и планируется тратить, тратятся еще бешеные миллиарды. А при уточнении величины этого изменения можно выбрать конкретную схему сравнительно дешевого термоядерного реактора, о котором нынешние релитивисты даже и не догадываются. Возможное прогнозирование. Я верю, что прогресс будет. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, какие вы видите перспективы для того, чтобы те идеи, которые, скажем, в нашем Конгрессе высказывались, были объединены в какую-то единую концепцию и чтобы они как-то были восприняты ученым сообществом? У вас в этом плане есть какие-то предложения? Нет, над этим вопросом конкретно я не думал. Он неожиданный для меня в таком ключе, чтобы глобально, к сожалению, ответить сейчас не могу. Надо над ним подумать.